Лучшее в стране. На телерадиоканале «Страна-ФМ» ведущая Александра Хайрулина. Алексей Ратыюм. Алексей, добрый день. Добрый день. Спасибо вам большое за то, что вы к нам пришли. Прежде всего, мне очень понравилось название вашей программы «Лучшее в стране». Это точно про нас? Абсолютно точно. Причем, если взять и сам аптекарский огород, если взять ваш Инстаграм, если взять вашу насыщенную культурно-образовательную программу, в общем, за что ни возьмись, действительно лучшие. Я в этом убежден тоже. Ну, вы сейчас скромны, мне кажется, вы должны были честно признаться, что не только в России, но и в Европе, как минимум, точно по многим показателям. Ну, одна из лучших точно. Мы сейчас подробно расскажем, да? Обязательно, да. Друзья, мы подробно расскажем, ну, максимально постараемся, и о культурной программе, невероятно интересной и насыщенной, которую вы можете и должны по возможности посетить. Конечно же, о растениях сказочных, потрясающих, о планах аптекарского огорода и так далее и тому подобное. Но сначала я хочу, Алексей, вас поздравить с 25-ти летием. На посту директора ботанического сада. На посту директора, разумеется. Это юбилейный такой год. Да, именно 2018-й. Да. Осенью, 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 да, потому что я стал директором сада осенью 93-го года, ровно 25 лет. Будучи выпускником географического факультета. Да, три года только, как окончил географический факультет, кафедру биогеографии. И вообще ужас был, конечно, какой-то. В упадке сад, а ему скоро 300 лет. 90-е начало, да. Начало 90-х. Совершенно непонятно, что с ним делать. Я, кроме ботаники, ничему не учился. Ни администрированию, ни менеджменту какому-то, ни ландшафтной архитектуре, в конце концов, чтобы понимать, как вообще обращаются с садово-парками ансамблями такого возраста и такой вообще ценности. Художественной и исторической ценности. Конечно, конечно. А ведь сам Пётр I основал, да, 1706 год? Да, причём это стал первый ботанический сад в России. Он постом основал ещё один в Санкт-Петербурге, несколькими годами позже, уже в 1714 году. Он тоже, кстати, сохранился, тоже существует. Теперь называется Ботанический сад Петра Великого. Ох, тоже красивое название. Как вы думаете, Пётр Алексеевич, он как на сегодняшний день оценил вашу работу? О, непростой вопрос. Вы знаете, мне кажется, что, конечно, он совсем не ожидал, что из аптекарского огорода, да, ведь он закладывал её даже не как ботанический сад. А как такое, в общем-то, утилитарное учреждение, да, выращиваются лекарственные растения на грядках. Из них делалось лекарство для армии, для аптек. Принадлежало это всё аптекарскому приказу. Ну, так тогда называлось что-то типа Министерства здравоохранения. И в таком виде этот аптекарский огород и просуществовал 99 лет. И, конечно же, нынешний, в общем-то, прямо скажем, расцвет ботанического сада МГУ, я думаю, что и не снился Петру. Прежде всего потому, что такой важной эпохой в существовании аптекарского огорода стало приобретение его императорским тогда московским университетом. Это было в 1805 году. Когда такой уютный, хороший, милый топоним, аптекарский огород, увы, исчез практически на два века с карт Москвы. И ведь только мы недавно восстановили это название. Теперь такая, в общем-то, надо признать, слава аптекарского огорода, да, связана именно с тем отчасти, что мы как-то чуть-чуть выделяемся среди других ботанических садов. Именно этим топонимом, он какой-то такой необычный, потому что ботанических садов много, есть новая территория нашего сада на Ленинских горах, есть главный ботанический сад. Аптекарский огород, он вроде как один. Это действительно так, да. И, конечно, первая ассоциация у всех, это лекарственные растения прежде всего. Да, но мы там сделали, между прочим, такой специальный участок, называется сад лекарственных трав. Причем взяли не просто какой-то... Это привет Петру, извините. Да, привет Петру, да, и благодарность Петру. И взяли старинные-старинные наши чертежи 18 века, посмотрели, как тогда выглядел сад. И воспроизвели кусочек, исторический кусочек, каким он мог быть в начале 18 века. И теперь там растут замечательные, самые разнообразные лекарственные растения, которые и официально используются в медицине, и в народной медицине. Они окружены самшитовыми баскетами. Это единственные самшитовые баскеты в Москве, потому что самшит вообще субтропическое практически растение. А вокруг стоят катки с мандаринами, не поверите, с лимонами, с оливками, с лаврами. И ко всем можно прямо потрогать, подойти. Это, наверное, единственное место в Москве, где это стоит вот так под открытым небом. Ну, понятно, на зиму мы это убираем в оранжелею, но, тем не менее, с мая по сентябрь это все стоит вот в этом замечательном саду. Там, знаете, такое прямо ощущение, как будто ты попадаешь в Италию. Для меня внутренне... Это просто спасение, спасение, особенно вот этой жизненасыщенной мегаполис, когда нет возможности уехать, ну, в силу разных на то причин. Можно просто хотя бы на часик забежать и оказаться в удалении. Но возвращаясь к вашему вопросу о Петре, я думаю, что он был бы поражен, если бы сейчас приехал. Прежде всего потому, что, знаете, как ни странно, он любил растения. Реально. Он вывозился, занимался, сажал их сам. Даже три дерева у нас посадил. Ель пихтую листницу. До сих пор живет одна листница. Мы сейчас под ней такую конструкцию построили, потому что у нее было три ветки. Одна погибла из удара молнии еще в конце 19 века. Ой, вторую ветку сломал ураган 98-го года, если помните, в Москве такой пронесся очень сильный. А последняя оставшаяся ветка жива до сих пор. И мы построили под ней такую конструкцию из строительных лесов. Ну, может быть, не самую изящную, но тем не менее надежную и прочную. Да-да-да, это главное. Которая, кстати, является замечательной основой для развешивания произведений искусства. Потому что у нас сейчас там проходит фестиваль, о котором я еще скажу более подробно. Называется Арс Хортус. И работы более чем 50 художников размещены везде. На самой вот этой вот лиственнице под ней, точнее. На газонах и цветниках. В тех местах, где это можно. На всяких там, ну, какие-то люки, знаете, бывают. Или какие-то такие патачки ничем не заняты. Или на каких-то камнях. А также в оранжереях, файернджерейного комплекса. Везде. Вот если ты сейчас придешь, например, в ботанический сад, куда бы ты там ни пошел, ты будешь натыкаться на самые разнообразные, в самых разных стилях. Арт-объекты, скульптуры, картины, голограммы, всевозможные инсталляции. И, знаете, наш подход был к этому фестивалю, ну, в каком-то смысле уникальный. Из-за того, что мы дали художникам абсолютную свободу самовыражения. То есть не было никакой цензуры, никакого редактирования. Что-то нравится, естественно, больше, что-то меньше. Что-то в совершенно разных стилях. Но пусть это оценят и посмотрят наши сотни тысяч посетителей, которые увидят это все в течение тех двух месяцев, которые еще продлится этот фестиваль. Слава богу, он довольно долго будет длиться. До 15 июля. Замечательно. А потом, может быть, мы с некоторыми художниками еще и договоримся, чтобы их работы у нас остались. Потому что, например, некоторые поразительные. Например, мне невероятно нравится художница. Ее зовут Ольга Муравина. И она делает совершенно замечательных, таких полуфантастических зверюшек. Ольга была у нас, я вам хочу сказать. Была у вас, да? Да, в гостях здесь, на вашем месте. Здесь, на этом веке. Ну вот, здорово. А я с ней записываю свою передачу на днях. Буквально в понедельник будет моя, собственно, авторская программа на радио «Культура». Да, которая называется «Органика». И вот я тоже буду брать у нее интервью, потому что мне так понравились ее работы. И всех, кто еще не был в Ботаническом саду, я призываю срочно туда отправиться, пока они там стоят. Это такой смешной заяц, прям замечательный. Он стоит на таком холме. Мы долго выбирали место, где его поставить. Вначале он стоял на площадке под дубом, который посадил когда-то, в 1805 году, первый директор нашего сада, с тех пор, как сад стал университетским, Георг Франц Гоффман. И вот это огромное, такое величественное дерево стоит посреди полянки, занятое зеленым, таким идеальным газоном. И вначале стоял заяц там. Потом мы решили, нет, недостаточно величественно. Как-то дуб его слегка, как-то так, ну масштаб не тот. И вот мы поставили его на вершину замечательного спирального холма. И вот теперь это прямо любимый заяц. А какая симпатичная там такая, можно сказать, что это капиталистская собачка, у которой тоже много таких сосков. И это такой фонтан на тему знаменитой волчицы, которая, как известно, Ромула и Рэма когда-то скормила. Эта инсталляция находится у нас прямо вот в фойе оранжерей. И тоже десятки тысяч людей фотографируются, с ней смотрят. Руки туда, где, собственно, струи воды пытаются собрать это там молоко, воду, не знаю что. Вот, это очень здорово. И знаете, из них все очень добрые, эти существа, очень душевные. Они какие-то такие немножко фантастические и очень милые. В общем, мне настолько нравится это искусство. Правильную атмосферу создают, да? Да, 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 да. Они так органично вписываются и в ландшафтную структуру ботанического сада. Они вызывают столько улыбок, умиления, радости у посетителей, что просто я не знаю, как я с ними смогу когда-нибудь расстаться. Слушайте, лучшие рекламы просто невозможно вообразить. Вы действительно так заразительно рассказываете, что очень хочется все бросить и помчаться, сломая голову в аптекарский огород. Алексей, вы же, получается, следите и за всеми растениями, и все попросту говоря. Ну, директор за всем вообще следит, это ужас. И все мероприятия, если решаете судьбу этого зайца, где он должен стоять. Или есть все-таки какие-то люди ответственные? Или все на сегодняшний день через вас проходит? Нет, на самом деле, как раз задача директора в том, чтобы найти самых правильных, самых профессиональных, самых таких подходящих людей, которые могут работать и отвечать за различные направления деятельности сада. У нас есть замечательный ландшафтный архитектор, он ответственный за всю эстетическую составляющую, Артем Паршин. Причем он очень давно у нас работает, тоже почти. Ну, может быть, там, с тех пор, как я стал директором, он стал первым человеком, который я взял на работу. Потому что мы с детства еще знакомы, в один кружок ходили, дентрология назывался этот кружок, в Дворце пионеров. Вот, и у него первое образование ботаническое, а потом он закончил университет в Эдинбурге по специальности ландшафтная архитектура. И таким образом стал одним из очень немногих ландшафтных архитекторов, которые имеют такое классическое британское образование, и работают вот здесь, в России. Друзья, Алексей, извините, пожалуйста, мы обязательно узнаем подробнее о команде аптекарского огорода. Это очень важно. Оставайтесь с нами, да, небольшой перерыв. Скоро вернемся. Лучшее в стране. На телерадиоканале «Страна.ФМ». Продолжаем программу. Друзья, директор ботанического сада МГУ «Аптекарский огород» Алексей Радеюм сегодня у нас в гостях. Мы некоторое время назад начали рассказывать вам про команду аптекарского огорода. И про ландшафтную архитектуру, да. Ведь очень важно было, представьте, у нас очень много ботанических, они одновременно являются и ландшафтно-архитектурными экспозицией, и каждый год создаются новые и новые. Когда я пришел к директорам 25 лет назад, у нас не было никакого ландшафтного архитектора, нам пришлось приглашать их из Англии. И это такая благородная традиция, еще Екатерина II ее заложила, и, по-моему, последние такие английские ландшафтные архитекторы были приглашены в Россию еще в ее времена. Потом вот этот 200-летний перерыв, и, наконец, мы пригласили английского ландшафтного архитектора Кима Уилки, который сделал нам мастер-план реконструкции сада, спроектировал портер, теневой сад и некоторые другие экспозиции. Но теперь мы имеем свое собственное, о котором я уже сказал. И именно он сделал наш замечательный сад лекарственных трав, вот этот вот знаменитый. Хвойные горки со прудом, где замечательные вообще такие холмы, полностью покрытые можжевельниками, туями, елями, соснами, пихтами, лиственницами, невероятно замечательное место. Там вообще забываешь, как будто находишься в горах, где-нибудь там Северной Америки или Кавказа. Там почему-то очень еще тихий угол, он отделен домами от проспекта Мира. И это не смотрит, что это центр столицы. Да, нельзя поверить, что это вообще центральный административный округ. И он же, Артем, сделал в прошлом году замечательную такую экспозицию, которая называется «Флора средней полосы России». И это экспозиция, на которой растут более чем 20% наших родных среднеполосных таких русских видов растений. И там можно увидеть всякие герани, кстати, орхидеи средней полосы. Целая коллекция. Кстати, вот именно вчера... Вчера, 23 мая. У нас открылась новая экспозиция. Она находится в Теневом саду. Это прямо рядом с Южным входом, Ботанический сад, который через очень красивый цветочный магазин у нас там организован. Вот. И там растут около 40 видов орхидей, которые могут зимовать в наших условиях. Очень многие люди вообще не знают, что... Они, оказывается, такие существуют. Да. Причем огромные, красивые. Вот, кстати, опять, если кто-то нас сейчас видит и слышит, нужно просто все бросать и мчаться посмотреть. Потому что там самый пик цветения. Одних из самых эффектных как раз орхидей — это венеринных башмачков. Они самые разнообразные. Самых разнообразных расцветок. Желтые, розовые, коричневатые, красноватые. То есть вот это что-то невообразимое. Причем цвистей они долго не будут. Нужно приехать, прийти прямо сейчас туда, увидеть это. Потому что мы только вчера торжественно открыли эту экспозицию. Нам помогли спонсоры, вот, которые тоже присутствовали. И глава управа Мещанского района, который страшно хорошо относится к нашему аптекарскому огороду. Дмитрий Николаевич Башаров выступил на этом замечательном событии. Вот. И так что всех призываю обязательно туда смотреть. И еще напоминаю, что у нас целых два участка, посвященных орхидеям. Это вот эта новая экспозиция. Так. Называется «Садик орхидей», потому что относительно небольшой. Там тоже, кстати, очень интересный рельеф, потому что орхидеи часто растут на таких карстовых отложениях. Мы сделали карстовые воронки из-за свистника. И там внутри, в таких небольших ямочках, и растут, и цветут сейчас эти орхидеи. А другая коллекция находится вот на нашей средней полосе России, где сейчас тоже можно посмотреть на те орхидеи, которые цветут. Это вот венеринные башмачки, а скоро зацветут любки, всякие орхисы, пальчатокоренники. Ну, то есть очень многие там другие орхидеи, которые последовательно будут заменять вот эти вот наши венеринные башмачки. Кстати, там же, на этой экспозиции «Флоры средней полосы» очень много интересных, вырезанных из дерева скульптур, которые в рамках нашего фестиваля... Специально сделаны? Специально поставлены, да, очень красиво. Они, знаете, больше всего напоминают мне по стилистике работы Пабло Пикассо. И если кто-нибудь, опять же, вот сейчас туда забредет, просто какой-то невероятный полет фантазии, потому что часто они сделаны из каких-то таких уже существовавших, по-видимому, кусочков дерева, которым тоже придали форму какую-то такую. Иногда, причем в разных ракурсах кажется, что это мужчина или это женщина. Это вот невероятные изящные работы. Причем, должен сказать, вот вы говорите про персонали сада. Вот я глубоко убежден в том, и все мои 25 лет работы в саду перевели меня к этому, что все зависит от людей, вот все тотально. Конечно. Да, от правильных людей. И вот с тех пор, как мы взяли директором по культурным программам нового совершенно молодого человека, ему всего 24 года, его зовут Александр Альмин, у нас сейчас, наверное, ни один ботанический сад мира не может сравниться действительно по обширности и разнообразию культурной программы. И вот этот фестиваль Арсхортус, который сейчас идет, это его заслуга, это он собрал, он привел этих художников, и теперь вот так здорово, что наполнилась искусством вся среда ботанического сада. Во-первых, это очень модно сейчас, это в тренде, что называется, не пользуется популярностью. И, конечно же, он еще отвечает за концерты, которых у нас огромное разнообразие, и опять же, в области музыкальной программы с нами никто не может сравниться. Это точно. Вот, например, сегодня, друзья, 12 белых клавиш. Да, именно сегодня, то есть мы еще с вами успеваем, в 19.00, это Сергей Рахманинов посвященный. Да, да, смотрите, это такой замечательный моноспектакль, замечательный артист Юрий Щелканов. Там и играет Рахманинова Сергея Васильевича как человека, да, и играет его произведение на старинном рояле. Причем, некоторые времена назад мы в прошлом году объездили все, наверное, старые московские квартиры, чтобы выбрать настоящий, старинный, замечательный рояль с хорошим звучанием, который бы удовлетворял, да, тем нашим потребностям, вот, в каком-то идеальном звучании. И вот мы его нашли, и вот на этом самом рояле, в помещении театра-сад, потому что у нас же еще есть и свой собственный театр. Это вообще потрясающе. Да, сегодня состоится этот спектакль. Трупы, собственно, а не просто театр, а просто помещение. У нас есть собственные трупы и собственный театр. Ни один, опять же, ботанический сад в мире не может похвастаться тем, что у него есть свой собственный репертуарный театр. Да, это уж точно, да. Ну, по-видимому, причем он создан очень давно, уже больше семи лет назад, и очень успешен. И там есть такие спектакли, знаете, на которые вот хочется, они, я бы сказал, что они пронзительные. Мой самый любимый... Да, и это не только Чаполина, друзья, здесь важно понимать. Здесь остаются хорошие произведения классические, разных авторов. Ну, понятно, там есть и совсем классика, Шекспир, и был замечательный спектакль по Тому Стоппорду Аркадия, где действия происходят во времена Лорда Байрона и в наши дни в одном и том же английском поместье и в парке, что для нас особенно актуально. А сейчас мой самый любимый спектакль этого театра «Вся жизнь впереди» по великому роману Эмиля Ажара. И вот я всем рекомендую его посетить. Это такая трагикомедия, но пронзительная, очень остро актуальная и такая, которая не оставит равнодушным решительно никого. Я приглашал туда и академиков, и дипломатов, и народных артистов, и ректора Ширинского театрального института Евгения Владимировича Князева, моего очень большого друга. Все остались в восторге. Есть официальный сайт, естественно, hortus.ru. Заходите, там подробнейшая программа об одном предстоящем, очень волшебном мероприятии. Мы с вами поговорим после короткого перерыва. Оставайтесь, пожалуйста, с нами. А у нас в гостях друзья Алексей Ратыюн, директор ботанического сада МГУ «Аптекарский огород». Мы рассказываем про потрясающие культурные мероприятия, которые каждый из вас может посетить, буквально выбрав для себя любой удобный день. Мероприятия каждый день проводятся, а в какие-то дни даже два мероприятия в день. Вот, например, 26 мая, Алексей, да? Там будет какой-то замечательный спектакль. Да, да. И открытие третьего сезона концертов под открытым небом. Рассказывайте. Ну, знаете, это наша традиция, уже теперь можно сказать, которая стала невероятно популярной мгновенно с первого же концерта. Потому что нигде, наверное, музыка так здорово не звучит, как в ботаническом саду МГУ «Аптекарский». Потому что кругом цветущие. Кругом цветущие растения, сирени, тюльпаны. Сейчас они, правда, уже цветают, но первые концерты у нас проходили еще, когда было прямо буйство тюльпанов. И мы приглашаем совершенно замечательных музыкантов, которые выступают под открытым небом. У нас есть такое специальное концертное поле, мы его называем, где помещается несколько тысяч человек. И вот на этом поле звучат самые прославленные арии из русских и итальянских опер, русской народной песни, романсы, джазовые импровизации, просто вортепианной импровизации. И мы пригласили вот сейчас для открытия нашего очередного сезона замечательного итальянского тенора Фабио Андриотти. В эти самые минуты он репетирует... Роскошный. Иван Чельцовым, который будет не только аккомпанировать ему во время концерта, но и сыграет фортепианной импровизации на тему тех произведений, которые прозвучат в этом концерте. А произведения там будут совершенно замечательные. Это и великие неаполитанские песни, там, «Торно сарьенте», «Дичитенчай ловуе», «Уна морокозе гранде». Я еще точно даже не знаю программу, но обычно Фабио обязательно включает в свои концерты такие вот известные неаполитанские песни. Будет еще и специальная гость, сопрано Рассано Карди. В общем, да, это мероприятие. Друзья, обязательно надо посетить. Знаете, еще и почему? Дело в том, что Алексей будет ведущим концерта. Да, я, естественно, немножко расскажу про сад для тех, я надеюсь, может быть, тысяч людей, которые соберутся на этот концерт. И, конечно же, буду рассказывать о тех произведениях, которые прозвучат. А прозвучат там не только неаполитанские песни, но и арии самых известных итальянских опер. Поэтому все, кто любит итальянскую музыку... Откуда у вас эта информация? Откуда вы это все знаете? Ну, знаете, я просто уже очень давно веду концерты. Во-первых, и все концерты в Ботаническом саду МГУ, себя в аптекарском огороде. И даже вел некоторое время назад, прошлую осенью, концерт в Большом зале Московской государственной консерватории имени Петра Ильича Чайковского. И самое интересное, что наши концерты так понравились многим, даже, так скажем, городским чиновникам, что теперь мы организуем выездные концерты. И вот первый из которых состоялся в парке ветеранов в Серебряном бару буквально совсем недавно, 9 мая, когда наши артисты, которые выступают обычно в саду, выступали уже на других площадках. И вот эта традиция расширяется. И я надеюсь, что наши замечательные программы, которые мы делаем, наши замечательные концерты, будут все шире и шире проходить на других площадках города, в других концертных залах, и в других садах и парках. И мы об этом сейчас договариваемся и с Царицыно, и с Сокольниками, и с Зарядем тоже планируем. Потому что уже даже не хватает наших площадей для этих концертов, хотя у нас целых три площадки. Это историческая лаборатория, небольшая, там влезает всего 100 человек. Вот там у нас проходят камерные концерты. Например, романсы Петра Ильича Чайковского. При том, что специфика этих концертов не только вот эта камерность такая является, что немного людей их слушает, но и то, что мы рассказываем про каждый из романцев. То есть, какую роль он сыграл в жизни Чайковского, в какой период творчества был написан. Ведь романсы — это прямо лирический дневник жизни Петра Ильича. И, конечно же, для людей этот рассказ очень важен для восприятия, для понимания того, что же они собой представляют. И надо сказать, что люди такие счастливые, такие довольные уходят с наших концертов. Они так благодарят ботанический сад, что просто делается приятно, что мы доставляем столько радости тысячам людей. Потому что я думаю, что и концерты, и наши культурные всякие программы, наши выставки, и, конечно же, сам сад. После посещения люди уходят довольно счастливые. Он делает их лучше. Конечно, конечно. Я думаю, они выходят на расправленных крыльях, просто вылетают оттуда. Друзья, и по 26 мая. Начало, кстати, в 20.00. Фабио Андреотти. Знаменитый льтаенский тенор откроет сезон концертов в Ботаническом саду МГУ Аптекарский огород. Билеты есть, и также на сайте их можно, да, официально. Я хочу попросить, чтобы нам включили сейчас видео. Посмотрим, что это такое, чтобы, может быть, как-то почувствовать немножко атмосферу. Как это проходит? Вот как раз эти самые концерты под открытым небом. Да, да, вот здесь симфонический оркестр сидит на сцене. Вот, ну, наш концерт... Действительно, очень много людей могут там показаться. Да, видите, тут просто вот тысячи. Это такой полет на квадрокоптере над Ботаническом... Видите, какая сложная ландшафтная структура Ботанического сада. Две сцены, и тысячи людей, которые сидят прямо на траве и собираются слушать один из наших концертов. Видите, обычный... И все это в Москве в центре. И вот эти дома, конечно, они просто... Они очень счастливые, да. С ними никакого не прописываются, да. Это тоже, видите, еще относительно весной снято, потому что видно, что, например, если бы было съемки осенью, то тогда бы этих дорожек всех внутренних не было бы видно. Такие пышные разрастаются деревья к концу сезона, что ландшафтная структура уже больше не видна. Так что это какой-то весенний концерт. В общем, друзья, есть что посмотреть, есть что послушать, есть что почувствовать. Я уже вижу дальше программу 27 мая. «Зеркало в зеркале» — это тоже, да, классическая программа, мне кажется. Да. Вот как раз у нас, возвращаясь к камерным концертам, когда, знаете, мы пытаемся возродить такую традицию салонной музыки, когда она исполняется, и артисты, и зрители очень близко друг к другу, да, находятся. Они могут наблюдать друг за другом. И на самом-то деле это гораздо, ну, как-то больше способствует какому-то проникновению искусства в душе людей. Потому что камерный формат позволяет смотреть просто, как двигаются, к примеру, пальцы по грифу скрипки, да, у скрипача. Наблюдать за пианистом. Это же очень изящно, красиво, благородно, как бегают длинные пальцы нашего замечательного Филиппа Чельцова, который у нас постоянно выступает в Ботаническом саду, и которого вот и с фортепианными импровизациями, который будет выступать 26-го числа на концерте Фабио Андриоте. То есть можно наблюдать за музыкантами с очень близкого расстояния. Естественно, мы подбираем специальную музыкальную программу. И в данном случае мы договорились о проведении многих-многих концертов, в основном барочной музыки. Да, как раз, музыка барокко так и называется. Очередной концерт, который 2-го июня состоится. Да, музыка 17-го, 18-го веков. Вот, и частная инструментальная, и вокальная. Мы сотрудничаем с замечательным таким оркестром, который называется Куэста Музыка, руководит которым очень хороший, известный, прославленный дирижер Филипп Чижевский. И в результате у нас будет целый цикл концертов, которые плюс ко всему проходят в старинной лаборатории. То есть это помещение, которое можно посетить и вообще увидеть только во время концертов. Это лаборатория, которая была построена в 1883 году. И на открытии которой, между прочим, присутствовал сам тогдашний генерал-губернатор Москвы, князь Долгоруков. И вот первое время она служила своим прямым значением в лаборатории. А некоторое время назад, когда основные лаборатории переехали, как и биологические факультеты туда на Ленгоры, там, конечно, для них и современное оборудование, и больше места, мы решили использовать это пространство для таких камерных концертов. И, кстати, Фабио Андриотти впервые выступил именно там с двумя концертами прошлой осенью. Это были такие небольшие, элитные концерты, буквально для ста человек. И сейчас мы эту традицию продолжаем. Если подписаться на наш Инстаграм, Инстаграм наш особый... Самый популярный! В России среди всех вообще достопримечательностей, Инстаграма всех достопримечательностей России. Мы даже Инстаграм Большого Театра опережаем на 90 с лишним тысяч подписчиков. Так держать! Вот, то там... Друзья, подписывайтесь, давайте увеличивать количество. Называется он «Хортус». «Хортус» для нас ключевое слово. «Хортус» — это сад в латыни. «Хортус» — нижнее подчеркивание.ру. То там будут анонсы всех-всех наших, ну, мероприятий, концертов, событий, спектаклей. И, конечно же, наших вот этих камерных концертов, которые проходят старинные лаборатории. Они очень разнообразны. Там же исполняются и романсы Чайковского. Алексей, извините, ради бога, что перебиваю. Я просто хочу, чтобы вы дали некий совет тем, кто сейчас решил для себя уже однозначно, что справится в аптекарский огород. Как правильно время выделить? Сколько его должно быть? В 10 открывается. В 10 открывается, да. То есть лучше прийти в 10, сначала полюбоваться зеленью, цветами. Да, особенно сейчас. Ведь у нас совершается буквально через уже недельку приблизительно самое яркое, самое красочное такое наше ботаническое событие года — весенний фестиваль цветов. Да. Он начинается обычно с середины апреля, когда весь сад покрывается сплошными коврами эфемероидов, как мы их называем, первоцветов. Такие волны запаха нектара разносятся по всему саду. А сейчас еще пик цветений древовидных пионов, уникальнейших растений, каждый из которых может жить 500 лет. А в Китае они доживают и до 1000 лет. Представляете себе? Ну и очень. И сейчас, именно сейчас, ни в одном месте, наверное, в России нельзя увидеть столько древовидных пионов, сколько их есть у нас. И почему они белые, розовые, пурпурные, красные, они рассажены по всему саду. И пропустить этот момент — это преступление перед самим собой. Хорошо, мы услышали. И, конечно же, рододендроны. Ведь весь этот фестиваль, так как он длится очень долго, более полутора месяцев, в нем разные волны. Вот сейчас ушла в прошлое волна тюльпанов, нарциссов, крокусов, гиацинтов. Постепенно уходит волна сирени, хотя она еще очень цветет и пахнет по всему саду. Но рододендроны сейчас — это тоже одна из самых таких важнейших точек притяжения всех посетителей. Там просто толпа какая-то собирается на этой экспозиции, которая называется «Рододендроновая горка». И там рододендроны всех цветов просто невероятны. И прямо такое, знаете, как темное, какое-то червонное золото. И всевозможные оттенки кремового, и красного, и сиреневого. Это невероятное, пышное. Такое буйство цветения продлится еще, может быть, неделю. Поэтому нужно обязательно прийти. Итак, мы пробежались, посмотрели, насладились, сфотографировались, пообедали. Да, у нас по окрестностям ресторана, по окрестностям ботанического сада не меньше, чем, наверное, 14 разных ресторанов, кафешек. В общем, выбор есть. Да, там и братья Караваева, и Чайхана, и Мадам Галифа. Их очень-очень много разных. Можно выйти аккуратненько, перекусить, поесть, выпить чай, кофе или бокал вина. И с этим же билетом можно потом, договорившись с охранником, да, что вы выйдете, потом вернетесь. Мы на это очень демократично смотрим, сразу предупреждаю. Спасибо вам за это большое. Можно вернуться и продолжить прогулку по оранжереям, потому что вот сейчас можно там часа два провести только под открытым небом. Пять тысяч растений сейчас у вас, да? Больше пяти тысяч видов растений, да. И надо сказать, что в оранжереях, конечно же, их разнообразие совершенно поразительное, потому что ни одна практически другая коллекция растений, вот, например, орхидей или суккулентов, так не популярны и неизвестны, как наши коллекции, потому что у нас огромное специальное отделение, посвященное только суккулентам или растениям засушливых мест обитаний. И там поразительным образом цветут невероятные кактусы, которые вот, может быть, прямо сейчас увидеть эпифилумы. Они, кстати, цветут обычно очень недолго, поэтому нужно вот за ними вот сейчас успеть посмотреть. И буквально в ближайшее время несколько раз будет свисти самый знаменитый, наверное, кактус мира, который называется царица ночи или лунный кактус, или по-латыни селеницериус от латинского названия луны, селена. Он большой достаточно? Это такая лиана, кактус лиана, и зацветает он в 10 вечера приблизительно, и в 2 ночи уже полностью отцветает. Поэтому ботанический сад будет работать до 2 часов ночи. Опять же, следите за нашими новостями на Hortus, нижнее подчеркиваю, на Hortus.ru на нашем сайте и в СМИ. Потому что когда будет видно, что бутон уже совсем-совсем готов распуститься, это, кстати, видно в последние часы перед распуском цветка, мы будем очень широко объявлять, что сад не закрывается сегодня, он работает до 2 ночи, и все могут полюбоваться волшебными цветками царицы ночи. Ведь не зря название такое, царицы ночи. Кстати, сейчас очень интересный процесс, как бы, заранее извиняюсь перед будущими посетителями, все растения из этого отделения переносятся на специально построенную такую террасу. Большинство суккулентов должны все лето гулять под открытым небом, на открытом воздухе. Ой, как это прекрасно звучит! Суккуленты должны гулять! Да, мы между собой называем эту площадку, куда их сейчас выносят, площадка для гуляния кактусов. И сейчас они туда выносятся, там расставляются, но я думаю, что уже в ближайшие выходные они приобретут некоторые очертания вот этой вот новой композиции из этих растений под открытым небом, и мы туда запустим всех желающих. То есть сейчас там такой момент переноса растений, не все идеально, но зато вот они будут гулять, нагуляют шикарные колючки, и к осени мы их вернем обратно в эту экспозицию. В общем, суккуленты в том числе посмотрели, полюбовались, и вот уже теперь можно отправляться на концерт. Да, и вот тут надо посмотреть, да, какую музыку вы больше всего любите. Любите ли вы действительно барокко, или вы любите, например, те произведения, которые писались великими композиторами XVIII века для кастратов. У нас есть такая специальная программа, ее исполняют контртеноры, да, это люди, певцы с самым высоким певческим голосом, да, контртенор. И у нас есть такая специальная программа. Или вы хотите послушать, например, джаз. У нас целый будет такой фестиваль джазовый, мы его называем «Город джаз». Он проходит уже тоже, по-моему, третий год. Мы очень тесно сотрудничаем с клубом, джазовым клубом народного артиста России Алексея Семеновича Козлова. И вместе он сам выступал у нас неоднократно. И он же нам рекомендует замечательных других исполнителей, которых мы с удовольствием как раз и представляем нашей публике в аптекарском огороде. Но если вы любите итальянскую классику, вот, то, конечно же, вы можете прийти на наши вот эти большие концерты под открытым небом и послушать и Фабио Андреотти, вот, как я уже говорил, как мы с вами уже подробно обсуждали. 26 мая, да. Но спорить за нашей программой и дальше, потому что этих концертов будет очень много. Практически пятницу, субботу и воскресенье в течение всего сезона будут эти концерты. Это удивительная какая-то история, друзья, да. Надо вам все-таки обязательно там оказаться. Даже если вы были когда-то давно, Там все неузнаваемо изменилось. Меняется из сезона в сезон, из месяца в месяц. И надо сказать, что Алексей как-то в одном интервью признался, что за 25 лет проделано только 30% работы. Впереди еще очень много. И вот мне хочется узнать как раз уже на сегодняшний день, но это уникальное место. Спасибо. А всего лишь это 30%. 30%? Я не отказываюсь от этих слов. Народом аптекарским, когда, ну хотя бы, это будет 80%. Вы знаете, мы прямо сейчас продолжаем работать над многими очень интересными ландшафтными ботаническими экспозициями. Это и флора Дальнего Востока. Сейчас тот угол сада, это северо-западный угол сада, который ближе всего к метро проспект Мира Кольцевая. И отделен от него такой кирпичной стеной. Там делаются, насыпаются высокие холмы. Там будет грот, будет ручей с бегущей водой. И поверх всего этого на высоких таких холмах, которые будут выше двухэтажного дома, будут расти уникальные дальневосточные растения. Там и сейчас уже есть кое-какие из них. Например, амурский бархат. Это невероятно красивые такие большие деревья с такой мягкой корой, которая состоит из пробки. Ее можно заменять было бы, вот ими можно было бы заменить традиционные пробковые дубы. Но жалко, потому что они как-то так хуже наращивают вот эту вот пробку и очень страдают от того, что ее обрезают. Поэтому не совсем годятся. И вот мы сейчас надеемся, что в течение этого года, кстати, тоже спонсорский проект, нам помогает компания BP, будет реализован, и мы запустим уже осенью людей на вот эту новую экспозицию. А еще очень многие люди спрашивают, а что это у вас за такой то ли вулкан, то ли гора песка? Очень странно. Прямо посреди концертного поля, по которой, кстати, страшно любят лазить сотни детей, вечно съезжая на ней, карабкаясь по ней, она ужасно пыльная, грязная, дети просто пачкаются до невозможности. Но родители, как ни странно, как правило, лояльно меня удивляют к этому относятся. Что же это такое за гора? Так вот, в этом году эта гора превратится в альпийский бельведер. Это основа... И дети же уже не смогут тогда. Туда будет вести аккуратная спиральная горка, наверху будет построена такая небольшая балюстрада, это будет замечательная смотровая площадка, как на сад, потому что она находится на уровне чуть выше второго этажа, так и на наши концертные мероприятия, всякие концертные события, потому что горка стоит прямо как раз на концертном поле. Боюсь, что это будет самое популярное местечко для зрителей наших концертов, потому что, представьте, бельведер высокий и спиральная такая тропинка, которая будет спускаться вниз. И там мы разместим коллекции альпийских растений. Ну, традиционно, вы, наверное, знаете, что существует только понятие альпийская горка, да? Да, конечно. И вот это будет что-то в этом роде. Мы уже между собой раньше не знали, как называть эту горку. Сейчас у нас это условно Монблан, потому что это самая высокая вершина Альп. И там в течение вот этой осени и следующей весны мы будем сажать альпийские растения. Мы ее оформим. Это превратится в ботаническую экспозицию. Это опять планы на будущее, ближайшее. И я думаю, что где-то в июне следующего года она официально откроется. Мы ведь над разными экспозициями иногда работаем по несколько лет. Нужно подобрать правильные субстраты, придумать правильные ландшафтно-архитектурные решения, подобрать правильные растения изо всех питомников, из экспедиций со всего мира, из других ботанических садов или из семян. То есть эта работа очень деликатная и тонкая. Нельзя вот так раз взять и что-то такое сделать. И поэтому до каждого участка сада мы добираемся иногда годами и даже десятилетиями. Это то, о чем вы меня спрашивали. Почему не все сразу? Не только потому, что нет денег на то, чтобы все сразу сделать, но каждый участок требует очень тщательного продумывания. Только тогда он получается оригинальным, ни на что не похожим и каким-то таким притягательным. И вот это суть нашей работы. Ну и, конечно же, оранжереи. Мы построили пальмовую оранжерею. В этом году, надеюсь, завершим реконструкцию большой субтропической оранжереи. Но многие наши коллекции, еще все находится в очень-очень таких старинных оранжереях. Это уникальная коллекция орхидей. Когда я вожу туда специалистов или каких-то особо почетных гостей, к сожалению, она закрыта для посещения простыми посетителями. Но, надеюсь, рано или поздно, вот сейчас я расскажу, мы построим новую и откроем ее. То все поражаются немыслимому разнообразию орхидей. Ведь там есть орхидеи размером цветочков, скажем, полтора миллиметра. Есть орхидеи с такими прямо чашечками, в которые капает нектар. Они похожи на уточку, которая смотрит на свой хвост, а с нектарников полностью, просто постоянно капает. Капля нектара заполняет такую чашечку. Кориантес называется эта орхидея. Самые, правда, интересные орхидеи мы выносим в пальмовую, открытую для публики оранжерею, чтобы ее все увидели их. Но на самом-то деле нам нужно, конечно же, построить новые, большие, современные оранжереи, для того, чтобы разместить вот эту коллекцию орхидеи больше тысячи разновидностей. Представляете себе видов, форм, сортов? Нет, надо увидеть. Самая черная орхидея в мире, которая называется Фред Кларкиара, например. Или самый большой венерин башмачок тоже в мире, тропический башмачок, который называется Пафиопедилем Ковачи. И у него цветок размером почти с голого человека. Это совершенно невероятное растение, которое цвел вот в прошлом году, и, надеюсь, что зацветет во время нашего традиционного зимнего фестиваля. Ведь что еще очень важно? Почему важны оранжереи и большие их площади? Ведь, согласитесь, где-то с конца октября и до, наверное, начала апреля большая часть сада, увы, покрывается снегом. Да ну что, конечно. Можно, конечно, небольшую зимнюю прогулку совершить, это приятно, но не очень информативно. И не одного лучика солнышка. Да, и не очень информативно. И все активности у нас перемещаются в, конечно же, оранжереи. Ну и в театр, в который начинается у нас традиционный сезон, и зимой гораздо больше представлений. И в оранжереях можно увидеть и тропический водоем с самыми большими в мире кувшинками. Да, знаменитой Виктории Амазонской. Ведь в Москве впервые когда-то ее вырастили именно в нашем саду, который тогда назывался Ботанический сад Императорского Московского университета. Даже как это уникально, у нее там метр листьев, полтора даже метра листьев. Почему она цветет постоянно? Мы только второй год как возобновили культуру ее выращивания, потому что, как я уже говорил, в 908 году ее впервые вырастили. Фотографии с этой кувшинкой обошли все самые авторитетные ботанические здания мира. Это было грандиозное событие. И самое интересное, что сохранились те водоемы, именно в которых росла эта Виктория, но теперь там немножко другой климат. А сейчас мы построили для меня нового рождения. Друзья, программа продолжается, очень мало времени остается. И всегда, ну невероятно, жаль, я совсем не хочу отпускать нашего гостя. Алексей Ратыюм, директор ботанического сада МГУ «Аптекарский огород». Ну, я надеюсь, Алексей нам пообещает торжественно, что он обязательно будет часто приходить к нам, потому что есть о чем всегда рассказывать. Про Викторию Амазонскую давайте мы закончим. Да, закончим быстренько. Ну, вот это совершенно замечательное растение, которое сейчас для него специально оранжерея, которое называется викторная. И там экваториальный климат. Там, главное, не только сама эта Виктория, с огромными плавающими листьями, загнутыми вверх краями, диаметром там больше метра, и с огромными цветками, которые вначале, представляете, белые, потом погружаются под воду, потом появляются снова, но уже розовые. Но еще и уникальные другие растения. Например, там плодоносит какао, там зреет шоколад. Вот, там куча бананов, там кардамон, там имбирь, там сахарный тростник. Чтобы вот это все увидеть, да, там папайя, которая тоже постоянно зреет. Очень вкусно вы что-то рассказываете, да. Вот эту всю коллекцию тропических растений можно увидеть в этой Викторной оранжереи. А правда, что вы даже бесплатно раздавали ростки бананов? Да, да. Ну, победителям каких-то наших, ну, например, кто самую лучшую фотографию, например, нашего тропического фестиваля, к примеру, вот, прислал. То есть за акциями тоже нужно следить, там можно, значит, такое оригинальное получить. Уже понятно, и замечательный аптекарский огород, и культурная программа, в которой вы разбираетесь. Мне кажется, похлеще, да, много-много-много-много кого. А политика недавно появилась в вашей жизни. А вот она зачем вам, или вы зачем политике? Вы же теперь у нас депутат муниципального округа Мещанский от партии «Единая Россия». Буквально годик, да? Да, да, чуть меньше даже годика. Да, меньше, да. Вы знаете, оказалось лучше, чем я ожидал, если честно. Да, потому что появилось много друзей. Я узнал, что среди московских... Полезных. Полезных, полезных. Среди московских чиновников, с которыми я теперь больше общаюсь, оказалось очень много профессиональных, конструктивных, и главное, что умных и обаятельных людей, которые стали моими друзьями. Я чему-то учусь, я выступаю на всевозможных форумах. В частности, меня часто приглашают в Московскую городскую думу. Я подружился с замечательными людьми, скажем, председателем комиссии по экологической политике Мосгордумы Зои Михайловны Зотовой, с которыми теперь ближайшие друзья. Она меня приглашает на все мероприятия. И мы на самом-то деле получили возможность рассказать о том, чего мы достигли в аптекарском огороде во многих других местах. Да, глядя в глаза в глаза с властимущими людьми. Именно. Я считаю, что мы обязаны и должны делиться этим опытом и переносить атмосферу, дух, какие-то наши подходы и приемы, которые так удачно мы осуществили в течение 20... Конечно, ведь этот колоссальный опыт, ему же нужно делиться. Другие площадки, другие парки, другие вообще общественные пространства. Или просто соответствующим образом чуть-чуть менять, например, какую-то городскую политику в каких-то областях, в области ландшафтной архитектуры, экологии, средового какого-то дизайна. И, конечно же, мне приятно, что теперь появилась возможность это делать. И появились какие-то даже единомышленники, самые разнообразные, не только, естественно, в партии «Единая Россия», но и среди чиновников. И я думаю, что недавно у нас даже создалась такая ассоциация садов и парков и общественных пространств безотносительно к тому. Университетские, они академические, муниципальные. И мы будем обмениваться и нашей культурной программой, и нашими какими-то достижениями в области какой-то внутренней ландшафтной политики. Таким образом, это, знаете, лишний способ рассказать большему количеству людей о том, что действительно кажется удачным и правильным. Да, и каких-то тех вот достижениях, которые у нас вроде бы как получились. Как поживает кот? Еще один у меня вопрос. Главный цветочный кот ГЦК. Это же звезда, это медийная личность. Он поживает прекрасно. Каждый день он собирает миллионы фотографий и лайков, если он уже сфотографирован кем-то, и эта фотография размещена в нашем Инстаграме. Вот, и все такой же величественный, степенный, невозмутимый. Не знакомы ли они с котом-мостиком, знаменитым котом, который крымский мост охраняет? Ну, нет, еще как-то не успели встречу в верхах организовать, да? Вот нужно организовать, кстати, то ли визит его сюда, то ли визит нашего кота туда. Кот очень дружелюбен, он, правда, так сказать, сдержан, но очень дружелюбен ко всем остальным котам. Да, да, ко всем остальным котам, я думаю, что эта встреча была бы полна взаимопонимания. Алексей, я очень хочу сейчас буквально, если вы сможете за 30 секунд, сказать, вот насколько важно для нас, жителей и больших, и маленьких городов, важна связь и с природой, с красотой, с прекрасной музыкой. Знаете, смертельно важна, ведь пространство, которое нас окрушает, имеет определяющее влияние на нас. И чем больше нас окружает вообще прекрасного, музыки, красоты, искусства, тем мы становимся лучше, добрее, чище. И я считаю, что миссия, сверхмиссия ботанического сада в том, чтобы нести эту красоту, истину и добро людям. Мы пытаемся это сделать всеми силами, я и моя команда. И надеюсь, что что-то у нас получается, вот. И мы считаем, что то, что у нас посещают сотни тысяч людей, они уходят с другим настроением, они сделаются все-таки лучше, они узнают что-то полезное, новое. И на самом-то деле в этом я вижу цель своей жизни. Я восхищаюсь вами. Я хочу, чтобы вы передали обязательно большой привет от нашей команды, всей вашей команде. Ну и, конечно, друзья, давайте договоримся с вами как можно чаще, по возможности, обязательно посещать аптекарский огород. Есть официальный сайт hortus.ru. Есть инстаграм. Хортус, нижнее подчеркивание, ру. Вот, так что можно следить за событиями, за культурными мероприятиями, о том, какие фестивали там проводятся, какие новые растения заводятся, быть в курсе всего, обязательно приходить, наслаждаться и в конечном итоге становиться лучше и лучше. Алексей Рытеюм, благодарю вас от всей души. Директор ботанического сада МГУ «Аптекарский огород». Ну а это программа «Лучшая в стране». Телерадиоканал «Страна.ФМ». Всем спасибо. Оставайтесь с нами. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!